Следить за темпами работ. Практика строительных часов в деле. На совещании вновь представители компании ГТТ Струбино. Застройщик возводит жилой комплекс Литвиного Сити на 1400 квартир. Количество рабочих, как и темпы строительства, оставляют желать лучшего. И надежды на то, что стройка пойдет быстрее, тают с каждым днем. Один из озвученных ранее вариантов – переуступка прав другому инвестору. Однако генеральный директор компании застройщика на совещание не приходит. Я побывал в Минстрое. Мы проговорили все принципы подхода дальнейшего развития ситуации. И думаю, что она будет управляемой. Обеспокоены ходом строительства и дольщики жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Совещания по ходу возведения объекта проходят регулярно. А в минувшую субботу глава района встречался на месте с участниками долевого строительства. По заверениям застройщика, сейчас на площадке работают 34 человека. Они производят остекление балконов и окон, монтаж перегородок. Вот по Бельскому здесь ситуация более благоприятная. И в этот суббот мы поедем на объект. Если удостоверимся в том, что все его аргументы, приведенные в плане того, что ситуация благоприятная на месте, реализуются, значит мы сделаем уже вывод о том, что там ситуация тоже управляемая. Рассмотрели на совещании и вопрос водоснабжения жилого комплекса «Восточная Европа». Несмотря на обещания застройщика, жильцы до сих пор не обеспечены водой должного качества. Вновь сорван запуск станции обезжелезивания. На субботу в администрации запланирован выезд на объект. В любом случае мы же профессионалы. И мы доведем все строительные объекты до логического завершения. Постоянным контролем, постоянным вызовом суда, соответственно, строительный час. И постоянной отдачей указаний, которые необходимо выполнить как раз в этот момент строительство и вводу к эксплуатации всех объектов жизнедиспечения. Дарья Зинегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».